Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проспекте. Как организован отдых в детской здравнице, от бытовых условий до досуговых мероприятий – вот что интересовало гостей. Ольга Голодец пообщалась с ребятами. Также вице-премьер познакомилась с условиями проживания в корпусах детского центра. Особое внимание было уделено организации работы столовой. Принцип отбора или припления питания – основной критерием – это дешевизна. Я считаю, что на день, конечно, что нельзя экономить. Вопрос только в том, что здесь должно быть в первую очередь и качество. А, к сожалению, если это государственная закупка, то, конечно, в основу ложится цена продукта. Вот здесь, если это возможно, проработать, внести изменения, существующие нормативные акты, в том, чтобы в основе все-таки продуктов питания, которые приобретаются для детей, в нашем сегодня учреждении, которые оказывают… И любые услуги. Любые, да. Вот здесь в основе должна быть не только цена низкая, а качество, в первую очередь. Далее в рамках объезда соцобъектов Анапы вице-премьер России Ольга Голодец, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Менькова и глава курорта Сергей Сергеев посетили муниципальный детский сад номер 16 «Пчелка». В нем функционируют 8 групп из 115 воспитанников, 50 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Гости высоко оценили методики реабилитации, которые используют в воспитательном процессе и Анапском детском саду. Еще Ольга Юрьевна обратила внимание на оснащение учреждения. Созданы максимально комфортные условия для занятий и отдыха малышей. Как рассказала заведующая учреждением Светлана Касимова, мебель, которой оборудован детский сад, сделана на заказ по собственным разработкам чертежа. Приобрести современное оборудование позволило первое место, занятое в краевом конкурсе по внедрению инновационных площадок. Ольга Голодец подчеркнула важность подобного проекта. Подробнее обсудили тему охраны детских учреждений. Очень важно понимать, что все-таки охрана детей, должны быть не просто частные охранные предприятия, которые под одну гребенку причестны, а специально сертифицированы. То есть все-таки доверить самое дорогое, что есть в обществе, детям, можно только тем организациям, тем охранным агентствам, которые способны детей охранить от сегодняшних проблем, которые, к сожалению, бродят, слава богу, еще до нас не добрались, но лучше, как говорится, береженного Бога. Поэтому мы сегодня поднимаем этот вопрос, насколько это возможно, то есть тоже на финальном уровне поддержать нас, с точки зрения того, чтобы не сторожа сегодня охраняли детские сады и школы, а на самом деле сертифицированные, даже пусть, понятно, полиция сегодня не может в силу определенных орг-мероприятий, но сертифицированные частные охранные предприятия, а в данном случае в крае мы подошли к охране детских школ и детсадов и казачьим нашим охранным предприятиям. Рабочий визит вице-премьера России продолжился в поселке Суко. Именно в Анапе на базе Всероссийского детского центра смена по поручению президента страны открыт учебно-тренировочный центр профессионального мастерства. Здесь будет проходить сборы российской команды перед международными соревнованиями рабочих профессий WorldSkills. Молодых профессионалов будут учить преодолевать стрессы и мотивировать себя на успех. С уже имеющейся инфраструктурой и планами по ее расширению познакомились Ольга Голодец, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава города-курорта Сергей Сергеев. Дается простое задание посчитать цветные шары на экране. Заместителю председателя правительства России Ольге Голодец показывают тест на стрессоустойчивость. На экране нужно сосчитать шары определенного цвета, в наушниках играет музыка, звучат голоса на разных языках. Это лишь малая часть того, чем будут заниматься во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства, который создается на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе. Здесь будет проходить подготовку сборная России по WorldSkills, так называется международный конкурс профессионального мастерства, своеобразная олимпиада рабочих профессий. Как пояснил директор Союза WorldSkills в России Роберт Уразов, на соревнованиях помимо основной еще необходима и психологическая подготовка, а также знание азов языка принимающей страны. Мы можем переволноваться, мы можем что-то сломать, мы можем сделать что-то не так. И мы исключаем вот такие факторы из тренировки ребят. Это фактически потом будет позволять огромному количеству ребят, которые будут учиться в колледжах, уметь это делать на своем рабочем месте. По словам Роберта Уразова, пока в российских колледжах этому не учат, но в мире умение концентрироваться на задаче – важная составляющая качества производства, а следовательно конкурентоспособности продукции. Часть необходимой инфраструктуры пока существует на макетах, однако уже сегодня здесь проходят сборы расширенного состава сборной страны, которая в конце текущего года поедет на чемпионат Европы. Мы такие монахи-шаолинь. Анна Добряк из Москвы. Она маляр с трехлетним стажем. Прошла чемпионат России. Говорит, что здесь узнала в том числе, как выполнить работу качественно в условиях соревнований, когда соперники в буквальном смысле дышат в спину. Я испытывала проблемы, дискомфорт из-за того, что давят эксперты, давят соперники, пропадают инструменты, материалы, так бывает. Здесь нас научили, как бороться с этим стрессом, как справляться, не нервничать, не растеряться и что нужно делать. Учебно-тренировочный центр открыли по поручению российского президента. По словам вице-премьера, одна из главных задач – побороть стереотип о необходимости высшего образования, одновременно повышая престиж рабочих профессий. Системный администратор – это сегодня профессия, которая в мире не требует высшего образования. Повышение качества среднего специального образования открывает возможности, доступ ко многим профессиям, которые в прежнее время требовали высшего образования. CallSkills помогает поднять рабочие профессии на тот уровень, когда все общество – и дети, и родители, и, что очень важно, работодатели – видят ценность рабочих профессий, понимают, что за хорошую квалификацию нужно хорошо платить. Хочу от своего имени поблагодарить президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, Ольгу Ирину Голодец, лично за такое неустанное вынимание к рабочей профессии. Как губернатор я могу сказать, что сегодня в субъектах Российской Федерации дефицит рабочих профессий налицо. И я благодарен им, что они возрождают сегодня вот этот престиж. Волк Хидс – это и есть фундамент, это и самое основное, на чем можно построить все дальнейшее здание. Поэтому очень важно сегодня уделить внимание фундаменту, то есть вот этим рабочим профессиям, которые и лежат в основе любой экономики, промышленности, индустрии. Новую инфраструктуру планируют построить к 2019 году. В СМИ не считают, что возможности центра можно использовать более широко. Это профориентация, когда они приезжают сюда, мы определяем их способности, определяем индивидуальную траекторию развития, составляем дорожную карту и в последующем эту дорожную карту даем в регион, как необходимо развивать подростка или ребенка, в какой именно вуз или колледж ему необходимо поступать и на какую работу ему в последующем нужно устраивать. Во времена Советского Союза подобную роль в пионерских лагерях выполняли различные технические кружки и секции. По словам Роберта Уразова, центр профподготовки – это нечто похожее на институт труда, который также существовал в СССР с 30-х годов. С той разницей, что сегодня одним из основных ресурсов, который призван помочь создать конкурентоспособную промышленность – море. Также признанное лекарство от стрессов. Подробно о посещении Ольги Голодец социальных объектов Анапы мы расскажем в специальном репортаже программы «Новости» в понедельник, 18 июля. На полигоне продолжаются работы по восстановлению территории после поджога. Кроме городских предприятий и предпринимателей, помощь нашим пожарным оказывают соседние муниципалитеты. Благодаря поддержке краевых властей и соседних районов прибыли пять пожарных расчетов и дополнительная техника. Помощь оказали власти Темрюка, Славянска-на-Кубани, Новороссийска. Накануне заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко вместе с мэром Анапы Сергеем Сергеевым оценили ситуацию на полигоне. Как заверил вице-губернатор, правительство края будет и в дальнейшем оказывать помощь властям города-курорта в ликвидации последствий возгорания. Силовики Российской Федерации проанализируют теракт в Ницце, чтобы обезопасить россиян. В первую очередь, меры безопасности коснутся курортных городов нашей страны, в том числе Анапы. Теракт на Лазурном берегу Франции произошел вечером 14 июля. Грузовик протаранил толпу на английской набережной. На улице находились тысячи людей, они отмечали день взятия Бастилии. Число жертв выросло до 84 человек, среди погибших одна россиянка. Соболезнования пострадавшим выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По словам главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, цитирую, «Мы не только должны ждать объединения международных усилий, мы должны из каждой такой трагедии, которая происходит в мире, делать выводы для себя, чтобы у нас не повторились такие же события. И я думаю, что такие выводы правоохранительные органы нашей страны сделают». Конец цитаты. Анапчан приглашают принять участие в Кубанской ярмарке. Агропромышленная выставка пройдет в Краснодаре с 6 по 9 октября. Будет представлена продукция лучших хозяйств края, занимающихся животноводством, растениеводством, садоводством, виноградарством, пчеловодством, а также производством продовольственных товаров, народными промыслами, виноделием и объектов агротуризма. За лучшие стенды для участников предусмотрены денежные призы. Всем желающим принять участие в выставке необходимо подать заявку в Управлении сельского хозяйства городской администрации по адресу Анапа, улица Крымская, 99, кабинет 408. Дополнительная информация по телефону 3-20-74. На дорогах Кубани из-за жары выше 32 градусов ограничили движение большегрузов в дневное время. Ограничение будет действовать с 10 утра до 22.00 на участках автомобильных дорог М4 Дон на подъезде к Краснодару, трасс А-146 Краснодар-Верхнебаканский, Р-217 Кавказ, А-290 Новороссийск-Керчь, подъездной магистрали к Майкопу. Запрещен проезд по трассе А-147 Джубга-Сочи до границы с Республикой Абхазия и по дороге от Адлера к горнолыжным курортам Красной Поляны, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, с 16 по 18 июля ожидается сильная жара до плюс 39 градусов. Обращаясь к жителям-гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Избегайте нахождения на открытой местности, усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Следите за сообщениями средств массовой информации. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.